Что, в частности, предполагает трансграничное углеродное регулирование в текущих терминах? Механизм регулирования предполагает, что каждый импортер, вводящий продукцию на территории Европейского Союза, должен покупать сертификаты на выбросы парниковых газов, в количестве, которое эквивалентно объему выбросов парниковых газов, связанной с производством данной продукции. Здесь необходимо учитывать всю производственную цепочку, поэтому основные сырьевые продукты также входят в область регулирования трансграничного углеродного регулирования. Введение трансграничного углеродного регулирования предполагает несколько фаз. В первой фазе регулирования предполагается осуществлять регулирование только в отношении пяти ключевых категорий продукции. Это цемент, электрическая энергия, удобрения продукции черной металлургии, и продукция из алюминия. В качестве базы будет приниматься декларация производителя продукции об углеродном следе ввозимой продукции, которая должна быть верифицирована независимым органом, аккредитованным в Европейском Союзе. В противном случае, если производитель не предоставляет такую декларацию, следующий важный момент – это географический охват. То есть, в принципе, в область действия трансграничного углеродного регулирования входят все юрисдикции, за исключением тех юрисдикций, в рамках которых уже действуют внутренние локальные инструменты регулирования, которые по интенсивности сопоставимы с тем, что происходит в Европейском Союзе. Ну и, собственно, то, что касается цены на углерод. Цена на углерод соответствует той цене, которая существует в Европейском Союзе. По существующим прогнозам, до 2030 года она будет изменяться в пределах от 44 до 84 евро за тонну СО2-эквивалента. И, в общем-то, предполагается, что такая цена за углерод будет существенным фактором, который станет стимулом для декарбонизации производства в странах, импортирующих продукцию в Европейский Союз. Для Российской Федерации трансграничное углеродное регулирование представляет собой серьезную проблему. Прежде всего, это связано с экспортной ориентированностью нашей экономики. Собственно, углеродоемкая продукция вообще в российском экспорте составляет около 50%. Если взять углеродоемкую продукцию, которая экспортируется в Европейский Союз, она составляет примерно 25% от общего объема экспорта. Российская Федерация в целом получает достаточно серьезную нагрузку от введения такого механизма, как трансграничное углеродное регулирование. Данная нагрузка будет варьировать от 1,8 млрд евро в год до 3,8 млрд евро в год. Соответственно, она будет увеличиваться в связи с увеличением цен на углерод в европейской торговой системе. Наиболее подвержена данному регулированию будет металлургическая отрасль, потому что объем продукции и углеродоемкость этой продукции наиболее высокая. В меньшей степени это будет касаться производства минеральных удобрений и алюминия. Ну и, собственно, производители электроэнергии также будут в меньшей степени подвергаться воздействию трансграничного углеродного регулирования. Естественно, поскольку анонсировано введение трансграничного углеродного регулирования в несколько фаз, мы предполагаем, что в дальнейших фазах область регулирования будет расширяться. В нее будут включаться новые продукты. Туда может попасть лознобумажная продукция, туда может попасть нефтехимия, туда могут попасть, собственно, топливные ресурсы. То есть это все находится в зоне риска. Надо сказать, что Российская Федерация и одним из ключевых отличий или особенностей Российской Федерации является то, что у нас существует огромный потенциал по сокращению выбросов. И, собственно, данный потенциал реализуется в самых разнообразных направлениях. Мы проводили оценку данного потенциала. Это порядка 70 миллионов тонн СО2-эквивалента, который можно сокращать ежегодно. То есть это очень значительная величина. При этом большая часть этого потенциала, в общем-то, легко доступна. И ее реализация представляет собой себестоимость не более 10 долларов за тонну СО2-эквивалента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова